смотрите какую прикольную я машину нашла короче он ее весь обклеил чем-то и написал я сваливаю вот здесь написано я типа сваливаю и здесь написано ушел на пенсию потому что пенсия уйти на пенсию во франции это круто прикольно жилен у меня самый безотказный человек в мире мы заехали на заправку потому что мы ехали на пляж и там конечно же остановили именно его и попросили поменять колесо на машине там девушки проблема не меняет колесо на машине вот она пляж мы наверно поедем чуть чуть позже море и пляж пара ливи мы опять на самом нашем любимом пляже нас встречает директор пляжа столики уже накрыли мы просили столик прямо на песке и вот у нас будет такой столик мальчик пляж пляжа пляж пляж на фоне моря так просто позавидовать салат из осьминогов а мягче боку вижу лиза неотъемлемый атрибут кан продавцы до пляже продавцы всяких палок и Но вы не имеете в виду мою камеру. Так вот. Ты найдешь решение? Мама, это прекрасно. Мама,ead вместе с нами? Мама,свят? Да. Мама,дел вместе с нами. anche с нами. прощай диета блюдо которое называется прощай диета это у них такой кафе гурман то есть кофе и куча всяких десертиков нямняшки на берегу моря красотища надо фотку такую забацать пишитесь на мой инстаграм потому что фотка вот этого вот замечательного блюда будет в инстаграме на фоне море не но вы можете представить я здесь танцую под дневник хача такое редко можно увидеть когда-то все начиналось вот с одной вот такой вот не видеокамеры кстати я до сих пор на нее снимаю смотрите у нее здесь поломок куча уже да я до сих пор на нее снимать у меня здесь есть еще такой вот аппарат это nikon как вам диска 90 до 90 да смотрите все начиналось как бы с одной камеры теперь у меня здесь куча проводов я еще не показывал там всякий свет есть всякая фигня блин как темно ничего не видно да это что у меня это у меня для для моей gopro тут есть кстати вот еще у меня есть камера одна такая дана типа как gopro но я ее мелкому своему отдала потому что он теперь тоже снимает у меня ходит там что-то наговаривает на камеру на я пока в сеть это не выкладывал потому что я боюсь что он пожалеет о том что он говорит тут куча всяких батареек вот я хочу найти микрофон потому что хочу записать вам видео про трипофобию а микрофон найти нефиг я не могу блин вот смотрите вот это огромнейший огромнейший шкаф вот этот и вот тут все забито все забито какими-то какими-то шнурами короче розетками какими-то и все это все это связано с видеокамерой пишите сейчас еще покажу прикол что темная кладовка типа с химиопрепаратами всякими а здесь у меня блин не видно нифига да но сейчас вытащу вот они всякие зонтики там свет всякий полно здесь всего и то же самое у меня вот смотрите здесь это что у меня это у меня фон у меня есть разные всякие фоны вот эти вот железяки тоже зачем-то их купила надо все это на балкон перенести потому что у меня дома уже просто нету места для этого а все начиналось очень хорошо обычно какая-то видеокамера там у меня была я ходила море снимала а теперь видите у меня квартира забита всякой ерундой она просто уже не помещается сюда вся эта ерунда я только что потратила 30 минут для того чтобы найти вот этот вот микрофон него что хотела спросить меня что зрители все знающие вот смотрите у меня есть вот такой вот фотоаппарат да к нему тоже всяких прибамбашек там полно насколько я знаю этим фотоаппаратом можно делать видео есть ли люди которые снимают никоном никоном фотоаппаратом никон а вот поделитесь вашими впечатлениями если получается хорошее видео потому что лично мне вот искать вот сейчас батарейки от него и пробовать как-то влом хотя наверное я попробую записать следующее видео на вот этот вот аппарат и буду ждать ваших отзывов получилось хорошее видео хорошего качества или нет потому что как бы той камеры который я сейчас снимаю она старая но вот что хорошо то что на gopro вы сейчас видите все мои недостатки морщины зубы не совсем белые там прыщики а на той камере даже маскировать ничего не надо потому что у нее там пикселей меньше чем в gopro и поэтому я прям такая красивая сразу когда снимаю на ту камеру поэтому я пока снимаю на ту но рано или поздно ее нужно менять и уже я слышала мой муж заикается мол что на день рождения хочешь и я так думаю что скорее всего мне подарит новую камеру что я сегодня так разболталась она на штук 10 видео записала заранее пока не буду рассказывать какие но очень много записала там болталок ответов на вопросы тоже вот и буду по одному там их в день закачивать на youtube я вот что хотела вам рассказать прикол такой в общем тут получилась такая ситуация что я начала приучать свою малышку к тому чтобы она следила за своими игрушками вот но пока она еще видимо маленькая это будет совсем не получается у нее я пока она была в садике однажды сделала ей мультик о том что все ее игрушки решили уйти потому что она их там разбрасывает повсюду и взяла все это на камеру там засняла там игрушки разговаривали между собой вот и потом несколько игрушек там возле двери положила поставила положила вот и когда она пришла садика она меня спрашивает мол что они тут делают эти игрушки ну на своем языке там русско-французском baby язык я называю так вот и я и говорю ты представляешь они наверное решили уйти и тоже все это засняла давай говорю мы их сейчас помоем расставим как нужно сложим на место там она сказала хорошо я все это сняла и потом показала ей это видео и она настолько была тронута тем что игрушки пока она в садике решили уйти от нее что она прям чуть не плакала там перед экраном телевизора и мне кажется это сработало но проблема не в этом я настолько этим увлеклась что я теперь каждый день когда они уходят в школу и в садик я им тут на столе в общем спектакли из игрушек делаю снимаю все это на камеру и потом и показываю они теперь приходят каждый день блин рука болит держать камеру они теперь выходят каждый день и спрашивают меня мол мам ну чё там есть новый мультик про наши игрушки им так прикольно видеть в видео свои же игрушки я подумал может них тоже на канал выставлять не на свой конечно потому что у меня все-таки немножко такой канал для тетечек ну как а то сейчас еще обидитесь я не это хотела сказать я имела ввиду что я такая тетечка у меня там свои заскоки про разводы там притоком дети останутся короче всякую фигню выкладывают на свой канал вот но у них есть свои два канала этому ты вообще популярны давайте вот посмотрим например не знаю видно на камеру или нет вот тут вот его канал так ну него только там 500 подписчиков но это буквально за несколько дней там они у него появились вот и вот у него например он там игрушки свои распаковку там делает игрушек ну вот давайте возьмем посмотрим менеджер видео вот например куста донго это там поросеночек который кушает гамбургеры да это вот вот если видите если увидеть у него 114 там тысяч просмотров такой популярный мальчик во франции в общем то вот и я решила буду выкладывать вот эти мультики на канал и леночки а те мультики которые я делаю для ты его там на его канал вот и если будет это интересно вашим деткам тоже подписывайтесь на каналы моих деток потому что у них там только детский контент ничего такого что и не следовало бы смотреть нету ну и в будущем будут еще мультики если вы еще не знаете где канал моих деток то я оставлю тогда внизу этого видео единственная проблема в том что например ты у него все на французском языке к сожалению он не способен снимать видео на русском ему очень тяжело дается создание фраз а вот у ленки у него все на русском языке будет если вы думаете что это хорошая идея напишите мне пожалуйста об этом мне вот интересно просто знать куда может привести мое хобби вот эти вот мультики снимать но там мультики как мультики то есть я даже не использую программу стоп-моушен то есть и не то что они там сами двигаются я их руками двигаю но они там разговаривают и эти мультики они поучительные почему нужно складывать игрушки почему нужно делать то почему нужно делать это то есть не просто так шел шел куда-то там упал в какашку головой там как я видела недавно мультик про барби и про сыночка не и пропадать про собачку которая накакала и сыночек руками это трогала потом она упала в какашки головой короче не дай бог мои дети посмотрит это видео я хочу волей фильмы я уже не камера я буду фильмы и фильмы и я хочу говорить и я смотрю и что происходит что происходит с моим головой Я не знаю, что? Да, родитель, родитель. Мать, моя мать. Мать, ёлка, да, я попросу проведу за субъекомин. Она закончила за субъекомин. И где-то так sanit53? Да, мы вместе с остатками. Да, так много раз? Я готовлю? Я сниму, не концентрируйся А потом решила, вначале вам покажу. Но вот это я не знаю. Стоит показывать или нет? Я поняла, я знаю, что это такое. Это шланг. Вот скажите, нафига мне этот шланг? Шланг мне нужен для того, чтобы сделать из этого шланга мармеладного червя. Вот так. Залить сюда кока-колу с фантой и с желатином. И вот так вот его надрезать и потом можно сделать червяка такого прикольного. Деткам, думаю, понравится. Не думайте, что я детей кока-колой и фантой кормлю. Это просто в качестве исключения прикола. И вторая посылочка. Короче, выдержать. Сейчас. Это шляпа. Сейчас. О, подождите, давайте я шляпу одену. Смотри. Шляпа. Что это, Женя? Что это, Женя? Мила в шляпе. Такая шляпа. Шляпа французская. Шляпа. Не, на самом деле, просто меня там один парень с другого французского канала попросил сделать видео «Люди в черном». И надо, короче, шляпу, чтобы была черная. Потом черное пальто. Он тоже оденется в черное. И мы будем делать селфи с незнакомцами. Вот такая ему идея дибильно в голову пришла. Но я за всякий кипиш я поддерживаю его идею. Надо волосы распустить. А, надо же еще тогда очки черные купить. Я буду вот так вот в шляпе, в очках, в черном таком... О, с ценником. В черном пальто. Мы будем снимать такое прикольное видео, короче. Кстати, червяка желатинового тоже я на видео сниму, но для французского канала, для канала моего сына. И, если хотите, я вам тоже ссылочку дам, посмотрите потом. Все, надо ехать за детьми, а то я так и буду разговаривать еще час тут. Субтитры сделал DimaTorzok